В разделе планирования учебной деятельности мы говорили о том, что успех в обучении определяется не столько с теми способностями и талантами, которые есть у человека, сколько способностью употребить эти таланты и распределить время достаточно для того, чтобы обучение состоялось, чтобы задание было выполнено и его время было распределено эффективно. Сегодня мы поговорим о том, какое время лучше использовать для занятий и как составить бюджет времени. Интересно в этом отношении посмотреть на статистику. Было проведено исследование около тысячи студентов на предмет того, какое время и как они тратят на свои занятия. Итак, исследование показало, что большинство студентов поступает к самоподготовке в период от 18 до 20 часов 26,3%, от 20 до 22 часов 36,8%, от 22 до 24 часов 23,2%. Если в среднем продолжительность самоподготовки составляет 4 часа, то можно заключить, что 60% студентов выполняют задания в поздние вечерние часы. Является ли это время наиболее оптимальным? Это время требует напряженную затраты энергии и отрицательно отражается на качестве сна, повышает нервную возбудимость, снижает эффективность усвоения учебного материала. Ученые доказали, что около 300 процессов, которые происходят в нашем организме, подстраиваются под суточный режим дня. Иными словами, соблюдение обычного графика режима дня, ночного сна и дневного бодрствования — это естественный биоритм человека. Поэтому, когда мы планируем время для занятий, нам нужно обращать на это внимание. Наиболее плодотворным временем для занятий считается время с 10 до 12 часов дня, потом оно несколько уменьшается. Во время обеда к 5 часам вечера работоспособность опять восстанавливается, и до 7 часов вечера она также достигает достаточно высоких значений. Что касается вечернего времени, то оно не плодотворно для умственных занятий или выполнения домашних заданий. Вы тратите больше энергии, результатов получается меньше. Когда в начале учебного года вы определяете с расписанием ваших занятий, то целесообразно в это время рассмотреть свой календарь и определить оптимальное время, когда вы можете заниматься. Если вы приходите домой поздно вечером, то может быть стоит рассмотреть эффективные занятия во время выходных. Например, с субботы, если у вас свободно, то время с 10 до 12 часов будет наиболее плодотворным для ваших занятий. Что еще необходимо помнить при планировании вашего времени? Прежде всего, для процессов запоминания информации необходимо, чтобы у вас было полноценное время сна. Достаточно серьезные исследования показывают, что студенты хронически недосыпают. 7-8 часов в день является нормальным уровнем сна. Если вы ложитесь в 3-4 часа и встаете в 6, то хронический недосып снижает вашу умственную работоспособность от 7 до 18%. Это значит, что на утренних занятиях вы сможете усвоить гораздо меньше полезной информации. Что касается сна, вы также должны знать, что дефицит сна восполняется большим периодом высыпания, но вводить это в норму не следует. Чем более регулярный ваш сон, тем более ваш организм приспосабливается и естественным образом входит в ваш ритм жизнедеятельности. Для обозначения правильного и разумного распределения времени использую термин, который называется бюджет времени. От английского слова budget – распределять. Бюджет времени – это правильное и осознанное распределение вашего времени так, чтобы ваша нагрузка была оптимальной, а достижения были эффективными. Поэтому при составлении бюджета времени вам нужно все ваше время поделить на две части. Первая часть – это рабочее время, когда вы занимаетесь определенной работой или если вы студент очного отделения, то это будет ваша учеба. И также вторая часть времени, которая называется нерабочей. Нерабочее время делится на время, когда вы занимаетесь какими-то делами, например, здесь вы едете домой, вы занимаетесь домашними делами, вы исполняете домашние задания и свободное время. Кроме этих двух компонентов у вас может быть еще неучтенное время, которое хорошо оставлять на то, чтобы вы просто имели какую-то свободу распределения времени. Что можно еще учитывать при составлении бюджета времени? Когда вы распределяете время, вам прежде всего нужно вспомнить свои цели. Какие цели вы поставили перед своим обучением? Какие-то вещи, которые не совпадают с целями обучения, можно просто исключить из вашей деятельности и таким образом структурировать то, чем вы занимаетесь. Очень важным при составлении бюджета времени является придерживаться последовательности в работе. Когда вы последовательно выполняете какую-то деятельность, в ваш организм входит ритм. И этот ритм вам продолжает двигаться достаточно долгое время. Работать следует систематически. Чем более постоянно вы занимаетесь чем-то, чем более продуманный, логически обусловлено ваш бюджет времени, тем более вы эффективны. Ваши процессы все подстроены под ваш ритм. И приходя на определенное место или с наступлением некоторого определенного времени, ваш организм как бы сам уже настроен и сосредоточен на определенном виде деятельности. Вспомните, что происходит с вами, когда вы заходите в знакомую столовую. Как правило, вы сразу хотите кушать. Также есть рекомендация не делать больших перерывов в работе. Когда вы делаете большой перерыв, то начало работы опять занимает у вас времени для раскачки, для мацемации, для того, чтобы вам войти в эту струю рабочего времени. Поэтому перерывы должны быть небольшими, приблизительно 10-15 минут. Когда вы составляете бюджет времени, правильно чередовать виды деятельности. То есть если в какой-то момент вам нужно долго сидеть и заниматься над учебником, целесообразно после этого поставить какое-то спортивное занятие. Чередование виды деятельности ведет к тому, что недостатки одной деятельности могут компенсироваться сильными сторонами другой. Когда я училась, у меня всегда было очень много времени на чтение. И я мечтала, чтобы изобрели такой тренажер, когда ты мог бы ехать на велосипеде и одновременно учить учебник по богословию. Но пока таких я не видела. В заключении хотелось бы сказать, что ваши волевые усилия и желание, целеустремленность исполнять намеченные вами цели всегда приводят к успеху и к оптимальному распределению времени, что чрезвычайно важно, когда вы занимаетесь учебой. На этом занятии мы поговорили о том, как правильно распределять время и как составить бюджет времени, когда вы начинаете заниматься обучением. Будьте пунктуальны, систематичны и исполняйте ваши планы. Успехов вам!